Разрешите мне вас поприветствовать, можно сказать, последний раз или предпоследний раз в этом году, году 2202-м. Сегодня, если мне не изменяет мое зрение, в которое я верю, то примерно 29-е, вторник, в четверг, Новый год начнется, этот старый год закончится, ровно в четверг, 31-го, в 24.00. Да, друзья, да я же вам истину говорю, да вы все это знаете. Итак, друзья, я решил вам сегодня ответить на вопрос, который мне поступил два дня назад. One. Ой, это вопрос, знаете, он мне не первый раз поступает, но не именно от моего друга СМП. СМП-стайл, СМП-стайл. Вот любят мои друзья иностранные имена, а я нет, потому что я последний патриот остался в России. Ну, не важно, значит. Так вот, он задал мне вопрос, а этот вопрос мне уже много раз встречался, но я как-то не хотел на него отвечать, потому что он какой-то мазохистский, честное слово. Ну, жуткий вопрос такой. Но потом я решился, все-таки надо ему ответить. Надо другу ответить на вопрос. Вдруг он для него важен этот вопрос. А вопрос звучит так. Смотрите. Насколько опасной вы считаете работу токаря? Вопрос. Расскажите о случаях травматизма или гибели. Вот тут-то меня, друзья, и начало горёжение и бесение. Да не было у меня в моей тридцати с лихоем летней деятельности токаря ни таких трагедий не видел я и видеть не хочу. Представляете? Себе один раз единственный я в начале обучения в открытый рот поймал стружку на язык. После того, как я понял, что рот надо держать закрытым при работе на станке, больше стружка мне туда не залетала. И второй раз вот этот пальчик я прижал нечаянно ключом, включил свою грудью, нажав включатель. У меня был станок на пароходе с электрическим включением станка реверс. Есть такая модель. 16П25Б называется. Понимаете? Он не так муфта, как обычно 16К20 или 1К62, а там электрический такой жойстичек маленький. Понимаете? И вот я нечаянно включил, мне зажало, патрон был в ключе. Ключ был в патроне. И он прижал меня на переднюю бабку, но я успел выключить. Понимаете? Я сообразил, что надо выключить. Я нажал своей грудью опять, грудью. У моряка же вот эта грудь. Запомнили? Вот. Я нажал. И у меня остановился станок. Пальчик был сплющенный. Было немножко крови. Но меня доктор подлатал его, и всё. И вот все мои аварии за 35 слихуем лет работы токарем. И, надеюсь, последние 36 лет работы токарем не будет. А вот почему не будет, я открою вам секрет. Поняли? Итак, друзья, секрет очень прост. Не надо аварии случается у тех, это моё мнение, кто не знает материальную часть. В принципе, работа на механических станках, механических, электрических, гидравлических, но различных, на технике в общем, связана, конечно, с опасностью. Но опасность её увеличивается с незнанием техники, понимаете. Чем хуже вы знаете технику, друзья, тем хуже вы знаете, вот станок, к примеру, 16-20, у вас больше вероятности попасть в какую-нибудь аварийную ситуацию. Понял, мой друг? Так что изучаем материальную часть. И второе, друзья, напомню, все инструкции, а на каждый станок, на каждое использование механизма, обязана быть инструкция. Она идёт в описании техники, станка, которую ты покупаешь. И начальник твой обязан просто тебе повесить где-нибудь на видном месте инструкцию по работе на этом станке, понимаете. Если нету, сам сделай себе, понимаете, друзья, не поленись, потому что от инструкции, от знания инструкции не обязательно наизусть, как стишок про дедушку Мороза. Не обязательно, надо суть, смысл инструкции понимать, понимаете. Надо понять, что прежде чем включить станок, надо осмотреть его, осмотреть, нет ли на нём лишних предметов. Иначе вы включите, а этот предмет взлетит и вам в лобешник. Вот вам и авария. Встреляйте. Так что, друг мой, будь внимателен при изучении львого станка. Итак, скажу честно, на всех станках в какой-то степени есть опасность. Но опасность, степень её опасности зависит от степени знания эксплуатации вонщика, в смысле человека, который изнасилует станок, ой, в смысле эксплуатирует, поняли? Я не хвастаюсь, что я вот за 30 слиховым лет не попадал в аварии. Это наоборот плюс. 20 с лишним лет назад я даже квасил, но у меня было правило, друзья. Если я начал квасить, то я лучше к станку не подходил. Меня хрен кто мог заставить. Потому что мне, во-первых, было некогда, и во-вторых, лень страшная. Я любил это дело больше, чем работу на станке, поэтому я не рисковал. Но были, конечно, моменты, были, не скрою, надо было срочно, там, в море часто бывает так. Приходилось. Ну, что поделаешь, я живой, целенький, чего я всем рекомендую. И никогда не злорадствуйте, если кого-то намотало на станок. Наоборот, друзья, если вы хорошо знаете технику безопасности при работе на этом станке, то покажите, расскажите другому, которому вы разрешаете пользоваться этим станком. Но лучше, я вот, у меня правило, я сейчас на заводе, да, вот где работаю, на пароходе я вообще никому не доверял, потому что не положено было. Это моя деятельность и мой станок мне отвечать за это, я не подпускал никого. Да никто и не лез, кому это нафиг надо. Но если, вот сейчас бывает, у меня есть один друг, Валера, он, ну, он хорошо работает на станках, он очень знает станок, давно, он в возрасте, чуть-чуть больше меня, я ему доверяю, поэтому он работает. Тоже его ни разу не намотало. Представляете, такой же счастливый, как я. Это говорит о том, что он, значит, знает станок, понимаете? А вот кто не знает, тот обязательно намотает себе на письку что-нибудь. Вот, друзья, поэтому, ну, я просто огорчен, конечно, журяка огорчен, что моему другу не придется услышать от меня про жуткие аварии на станке, про куски мяса, разлетающиеся вокруг. А куски мяса бывают страшные, вот вам показывают, и мне иногда, друзья, по приколу присылают. Представляете? Ну, вы поймите правильно, друзья, это никак не приколы, это совсем не приколы, это жутко смотреть. Понимаете, станок, во-первых, он электрический, механический, его остановить очень трудно. Вы его рукой там чем-нибудь, железку суров не остановите, понимаете? Надо знать, как. Поняли? И прежде чем изучить станок, вы знаете, всегда кнопки, имейте в виду, кнопки включения, выключения. Потом есть еще блокировки разные, понимаете? которые, при выключении которых, станок не включится. Очень основательно изучайте инструкцию по эксплуатации, по устройству станка. Знаете вы, в первую очередь устройство станка, это ваша безопасность. Лучше, знаете, станок лучше вас не намотает. Поняли? Итак, друг мой, вот я тебе последний ответ на вопрос в этом году. Извини, что я тебя разочаровал, не рассказал, как летают куски мяса и яиц от накрутки на станок. Не видел я. Не повезло мне, друг мой. Представляешь? Я расстроился. Мне не повезло. Я не смог тебе рассказать жуткую картинку. Но ты меня прости. Прости. Иди в новый год с хорошим настроением, без всяких жутий. Понял? И в новом году, если захочешь быть токарем, обязательно изучи станок, прежде чем подойти к нему включить. Запомни, в любой, в любой механизме должна быть инструкция. Если ты ее не знаешь, не подходи. Ни в коем случае. Иначе она мотает на шпиндель. На патронах. Да куда угодно. Понял? И вот, и главное, надо уметь знать не только кнопочку включения, но еще и выключение. И резервные способы. Все электрическую часть станка надо обязательно знать. И вот по технике безопасности вы должны проверить и заземление станка. И состояние, о, кто-то меня пипикает среди ночи. Но не важно, я ему не буду отвечать, пока тебе, друг мой, не расскажу, как я не накрутился на станок. Ну, ладно. В общем, считай, как хочешь, повезло мне или нет, повезет мне дальше или нет, но я устройство станка не забыл. Понимаешь? Я его иногда повторяю. Понимаешь? А иногда для себя делаю открытие, изучаю что-то новое. Понимаешь? Даже в том, что ты знаешь, бывает через какое-то время ты делаешь открытие. Вставляешь? Вот подумай сам. Давай. Учись. И не ищи жутких случаев, не в них интерес в работе. Интерес в работе на токарных, фрезерах и остальных станках в том, что ты умеешь работать. Умеешь работать грамотно, безаварийно. Запомнил? А не в том, что аварии наматывать и радоваться. Конечно, вот я почему удивлен, почему на моем канале всегда меньше, чем вот какие-то есть там специальные стримеры. Они показывают, и у них очень много просмотров. Они показывают, как вот один сидит, придурок недавно показывали, бьет свою жену аптейбл, фейсом. А все вокруг ему лайки ставят. Представляете? Лайки. Он крутой. Но милиция на него завела дело, потому что он девушку все-таки убил. Хотя не понимает. Он не понимает, почему он ее убил. Ему, видите ли, лайков мало. О, кто-то мне звонит. Извини, друг. Я буду смотреть. Давай, пока. Звучит. Звучит.